И всем, предложаемые зрители, с вами Ингвар, и добро пожаловать на очередное видео, и добро пожаловать в облику Трансфообзора, где мы рассматриваем различных трансформеров, как маленьких, так и больших, как старых, так и новых. Сегодня, к сожалению или к счастью, рассмотрим старого трансформера, и как вы понимаете, это по второму фильму, потому что вначале всегда показываю свои руки, потому что не имеется ни инструкции, ни картоночки, ничего, а имеется только сам трансформер, и это у нас очередной маленький трансформер из серии Legend, Legend, либо Legends класс, Decepticon Grinder, и как говорится, вот он наш дружочек, все, больше у меня ничегошеньки не имеется, не сохранилось, не знаю, почему вот так вот получилось, что ни одну картоночку, упаковку я не сохранил по второму фильму, да, парочку сохранил, так сказать, больших, да, там от серии Voyager, Leader и все, остальные почему-то нет, вот как-то так получилось, но, как есть, так есть, давайте будем рассматривать нашего гриндера. Если так уж говорить, гриндер, либо Blackout, можно назвать так, почему, потому что, что тот, что тот, очень, так сказать, похожи на друг друга, я не буду говорить, что они клоны, но что-то наподобие этого, потому что один трансформируется в вертушку, другой трансформируется, один выглядит примерно так же, другой, как говорится, отличия там, не знаю, очень незначительные, и особо их не увидишь, может быть, в характере, и еще в чем-то, и все. А так, как говорится, по внешности они очень-очень одинаковые, как говорится, вот так скажем, то есть можно сказать, что это и гриндер, и можно сказать, что это и Blackout, когда я покупал, там было написано, что его зовут Гриндер, вот как-то так, но, как говорится, можно считать, что это и Blackout, но в общем. Давайте тогда будем мы его рассматривать, потому что раз у меня ничего не имеется, то можно, как говорится, сразу же начать рассматривать. Если так уж быстро рассматривать, да, можно сказать, что он, как говорится, и временами страшненький, но можно сказать, что вроде бы это еще ничего, потому что, как говорится, ну, такие у него мощные руки. Суловище, конечно, очень худенькое, и, как говорится, ничего такого сверху, естественно, нету, ну, ножки как в ножке, вот, но сзади интересный вид имеется, но в целом-то такой гриндер, либо Blackout, если хотите, можете назвать, очень даже неплохой, и, как говорится, если вы уже не получили Blackout по первому фильму, то можно заполучить вот такого товарища. Вот, это такое мини-вступление, а теперь про цвета. Основные цвета, какие у нас имеются, ну, такой светло-голубенький, светло-серо-голубенький, что-то наподобие этого, даже не знаю, как это называется цвет, но такой очень светленький такой цвет, потом у него, естественно, темно-синя имеется цвет, красный цвет, серый цвет, черный цвет, такой, не знаю, болотистый цвет, и все. Больше у него цветов особо никаких нету, но еще такой камуфляжик имеется, не знаю, даже какой это бирюзовый цвет, может, наподобие этого, но очень даже неплохо, если честно, смотрится, хотя гриндер во втором фильме так абсолютно не выглядел, он был серого цвета, здесь они решили вот в таком цвете его сделать, не знаю почему, но уж как есть. Все, теперь повнимательнее будем рассматривать, но если говорить про голову, то так уж, если говорить, вроде бы-то похоже, немножечко не то, она немножко в фильме по-другому была, но если уж сильно не придираться, нормально для маленькой фигурки. Десептикон-знак имеется очень даже хорошо, и прямо здесь в тему, если говорить про грудную часть, то очень тоже сомнительно, вроде бы похоже, что передняя часть вертушки, но может быть и не очень, но если так уж смотреть, вспоминать, как вылезет вертушка, то что-то наподобие этого есть. То есть, так сказать, иллюзия здесь срабатывает, не знаю, как у вас, но я вижу, что да, на вертушку похоже, поэтому про переднюю часть могу сказать, что очень даже, если честно, неплохо для такой маленькой фигурки. Если говорить про руки, вообще примитивные, как говорится, это передняя часть вертолета и все, кисти, скажем так, мы видим, вот они у нас вот тут-то, если это даже кисти, ну я буду считать это кистями, очень, если честно, здесь простенько, ничего сверхъестественного нету. Если говорить про ноги, то тоже, они, как говорится, здесь, где ляжки очень худючие, но, а так сказать, где уже стопа, после колена, где идет часть, то здесь уже поинтереснее, помощнее. Но это все относится у нас к вертолетику, но, так уж, если говорить, очень простой тоже трансформер, как говорится, если вы его не имеете в коллекции, то, я думаю, ничего страшного, как говорится, нету. Но, если говорить про заднюю часть, то да, тут у нас имеется пропеллер, маленький, кажется, винтик имеется, они крутятся само собой, то есть это большущий плюс, конечно же, для такой фигурки, но тут камуфляжик имеется, на ногах камуфляжик имеется, тоже такие, кажется, двигателя и так далее имеются очень, даже если честно, ну неплохо. Теперь, если говорить про артикуляцию, голова у нас, конечно же, не артикулируется, потому что, ну, для маленьких фигурок такое, не знаю, редкость, наверное, а может быть даже и не бывает такое, либо очень редко. Руки у нас вращаются в 360 конечно же, и могут вот так вот пошевелиться конечно же, да, но это для трансформации конечно нужно, но и вот тут могут тоже пошевелиться, согнуться, это опять же для трансформации вообще немножечко. Если говорить про туловище, то никак ничего не крутится, не сгибается конечно же, ну винты, как я уже сказал, они естественно вращаются, это естественно очень хорошо. Нога у нас поднимается вперед конечно же, она может и назад, да и 360 нога конечно сумеет и даже ничего мешать не будет. Если говорить про колено, то как бы, ну не то, что прям сгибается Так она не сгибается, она может вот так вот в сторону И потом, если еще надо, перекрутить это для трансформации, если Вот, ну, если так уж говорить, фигурка, вроде бы, артикулируем Давайте быстренько мы его странсформируем Все очень, кажется, простенько, элементарно Вот так вот, кажется, мы сдвигаем, крутим Так вот здесь скрепляем, и передняя часть вертолета у нас уже имеется Дальше мы берем вот такую интересную манипуляцию, делаем Вот так вот тоже прокручиваем, как говорится, здесь вот так вот все засовываем И, конечно же, прорабатываем с другой ногой Вот так вот, раз, два, и все Очень, если честно, все плавненько, кажется, идет, шевелится Как говорится, здесь у нас шарниры все хорошо держатся И, кажется, фигурка, скажем так, очень даже устойчив Теперь мы делаем пропеллер, маленький наш винт Это, кстати, в нормальное положение И раскрываем верхний, кажется, пропеллер Винт, здесь у нас вот такая красота получается Вот наш вертолетик-гриндер И, если так уж говорить, то такой малюсенький-то вертолетик Очень даже, если честно, неплох Да, он не похож на гриндера и блокиаута Потому что он не черного такого серого цвета А вот такой, говорится, светленький, не знаю Светло-серый-голубой, скорее всего Но, ладно, на таком тоже спасибо Очень даже неплохо, что у меня имеется Такой товарищ в маленьком виде Да, у меня, естественно, блокиаут есть и в студии Series Но какой-то тоже я не против иметь в коллекции Да, винтик у него крутится Очень даже, если честно, плавненько Хорошо какое-то время покрутится Если, например, взять силы, то, ну, где-то около 3-5 секунд Тут точно оно покрутит и, говорится, ну, неплохо Этот маленький винт тоже крутится Ну, здесь уже другая проблема Да, он так сильно не вращается, но просто пошевелить можно В общем, вот такие у него имеются, так скажем, движения Функции, если можно вообще это назвать функциями Ну, говорится, кабина имеется очень неплохо Ну, камуфляж вот тут очень даже, ну, неплохо, если честно Смотрит, потому что если не было бы камуфляжа То вообще было бы, если честно, ну, страшноватенько Вот, ну, робот-то у нас что? Руки спрятались, ноги так же, голова Но, скажем так, тоже неплохо Если так уж говорить, то сам робот спрятался достаточно неплохо Все очень интересно, красиво трансформировалось И трансформация, правда, у него, ну, такая прикольная, если так уж говорить Можно вот так вот взять, держать Твориться, покрутить вот так Можно, так скажем, играться и так далее Держится в руке очень даже неплохо В общем, вот такой у нас гриндер Вот такой у нас обзорчик вышел Столичка слов можно о нем сказать Потому что здесь я не думаю, что нужно на 20 минут про него рассказывать Все очень грамотно, я думаю, вам рассказал Все, спасибо за просмотр Надеюсь, вам видео понравилось Не забудьте подписаться на канал Нажмите на лайк, чтобы поддержать меня Нажмите также на колокольчик, чтобы не пропустить свежие видео И, конечно же, расскажите друзьям Вот, и увидимся, конечно же, в новых видео и в рубрике Трансобзор Потому что в этой рубрике мы рассматриваем трансформеров Как новых, так и старых Все, всем спасибо, всем удачи и всем пока